Проект «Награда в истории. История в награде» продолжает большую творческую деятельность областного краеведческого музея. Его сотрудники всегда старались максимально интересно и полно показывать самые необычные предметы и коллекции своих фондов. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны научные сотрудники представили широкому обозрению инициативу, посвященную редким наградам. Да, многих из их обладателей уже нет в живых, но их дела и их заслуги славят полученные ими медали, ордена, нагрудные знаки. Прежде всего целью нашего проекта является и образовательное, то есть познакомить с историей наград в целом и, конечно же, воспитательная функция рассказать о наших брещанах, которые были удостоены высоких государственных наград. «Более 400 орденов у нас хранится в фондах музея. Это как советские ордена, боевые награды участников Великой Отечественной войны, так и трудовые награды. Это ордена зарубежных стран, в частности Польши, Чехословакии, Китая, Англии, Франции и других экзотических, более экзотических государств». Открыла проект награда, особенно символичная в преддверии Международного женского дня – Орден материнской славы I, II, III степени. Первый указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении такими орденами вышел 6 декабря 1944 года. Согласно указу, награду во всех трех степенях получила тогда 71 представительница прекрасной половины. Сегодня в Беларуси эту идею продолжает Орден матери, который вручается многодетным мамам, воспитавшим пятерых и более детей. Почетным гостем первого мероприятия проекта стала Людмила Василевская. Женщина воспитала пятерых детей, уже является даже бабушкой двух внуков и в этом видит смысл своей жизни. «Каждый день с утра до вечера какие-то хлопоты, заботы, то есть они не дают нам грустить. Мы всегда предпринимаем какие-то там, где-то учим их чему-то. В общем, ты всегда в тонусе, никогда нельзя болеть, мамы нет выходных, самое главное». Конечно, не могли бы идти стороной авторы проекта тему Великой Отечественной войны. Награды ее героев будут для белорусов всегда особенно ценно и значимы. А звуки фронтовых песен навевали на мысли о том, что даже выполняя свой непростой долг в тяжелых условиях, каждому из переживших трагические сороковые в душе хотелось. Мира, уюта, покоя и любви. Мама, я бежу тебе с войны. Жди меня, и я вернусь в лесу. Позову тебя из тишины. По щеке твоей скользко слезаю. Первый экспонат будет выставляться в музее всего 10 дней. Дальше, уже в следующем месяце, его сменит другая, не менее интересная награда.